Мероприятий стало больше. Итоги работы за прошлый год представили на расширенной коллегии управления культуры. В числе новых проектов – виртуальный тур на Ненецкое стойбище, инклюзивный спорт, спорт без границ в музее, школа блогинга и цикл интеллектуальных игр «Квиз на бис» в библиотеке. Более сотни мероприятий провели в стенах школы искусств. Имена юных музыкантов стали известны за пределами округа. В учреждениях клубной системы прошло более 300 мероприятий. Самое масштабное – фестиваль искусств. На коллегии презентовали музыкальный клип на песню «Этот город по имени Север» губкинского автора Александра Губаева. Видео снято в рамках проекта «Губкинский объединяет города», посвященного 90-летию Ямала. «У нас формирована команда из семи таких вот креативных, творческих, целеустремленных, немножечко бесшабашных людей во главе с Сергеем Геннадьевичем Калидой. И мы отправились по городам Ямала-Ненецкого автономного округа. У нас было всего лишь семь дней, восемь городов». Ролик создан по инициативе и при поддержке главы города Андрея Гаранина. Завершилась коллегия торжественным награждением. Начальник управления культуры Лариса Бутенко вручила благодарственные письма партнёрам и волонтёрам. В свою очередь, слова признательности специалистам сферы культуры за плодотворную работу выразила директор губкинской телерадиокомпании «Вектор», член полицовета местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Пескова. «Во всех губкинсах вы, проводя свои мероприятия, воспитываете любовь к прекрасному и чувство патриотизма. А для нас, наверное, это самое главное. Спасибо вам за огромную работу. Ещё раз благодарю за участие в наших проектах. Вы главные поставщики позитивных новостей. И надеюсь, что в 2020 году наше плодотворное сотрудничество продолжится». Не менее плодотворным и насыщенным для работников культуры будет и 2020 год. Планы грандиозные. «Планы грандиозные. Много проектов, много идей. Основные, конечно же, события – это 75-летие Победы. В связи с этим много масштабных мероприятий. Об этом говорили. Готовимся, как будет всё проходить. Ну и другие масштабные мероприятия и 90-летие празднования со дня образования автономного округа. День города. Впервые будем проводить национальный праздник с Абантой». Нам остаётся только с нетерпением ждать ярких событий и реализации креативных идей. Валерий Усманов, Айгуль Валиева, Руслан Утанов. Новости Губкинского.